Итак, вечер добрейший. В общем-то, с вами Елена Гречко, я преподаватель пользовательских курсов 1С. И у нас сегодня с вами пойдет разговор о том, как можно использовать в настройках отчетов очень любопытную опцию условное оформление. Мы это с вами будем делать на нашем мастер-классе, я точнее буду показывать на нашем мастер-классе, на примере отчетов программы зарплаты управления персоналом. Ну, собственно, вот такая демонстрация, она вполне оправдана. Так, коллеги, кто подключается, пожалуйста, выключайте микрофончики сразу, чтобы было хорошее качество записи. Значит, из каких соображений? Почему именно на зарплатных отчетах? Ну вот да, с кем мы не знакомы, я, в общем-то, преподаю именно пользовательские курсы 1С. И вот в том числе есть у нас небольшой курс, который называется «Работа с отчетами в программе зарплаты управления персоналом». Вопрос такой вот насущный по этой тематике. Курсов у нас очень большое количество, они могут проходить в разных форматах. Мы гарантируем, конечно же, качество обучения, мы боремся, реально боремся за результат. И сейчас это важно, тем более, потому что до сих пор у нас, в общем-то, есть ограничения. Я имею в виду жизни вот из-за обстановки. Ну и, собственно, о чем мы сегодня будем говорить, даже, видите, такой небольшой трактат, но я вам показывать, я все равно буду, естественно, тем более, что у нас именно мастер-класс. Вот абсолютно нормальная практика. Кстати, я заметила у многих коллег вот такую милую привычку, когда формируется какой-то отчет, неважно какой отчет. Дальше, что делает кто-то из моих коллег? Да вот этот вот отчет гордо сохраняет в Excel и уже дальше открывает в Excel и начинает какие-то там необходимые для работы сведения, пытаться, извините за просторечие, выцепить, иначе я это не назову. Я хорошо отношусь к Excel, я ничего не могу сказать, но, в общем-то, зачем мы будем пренебрегать теми возможностями, которые есть у самой программы? Ну, вот в работе я использую исключительно возможности 1С, исключительно возможности 1С, ни о каком Excel речи у меня нет, ну, может быть, я еще просто человек относительно ленивый. Вот, и, естественно, если мне требуется какие-то, сделать какую-то выборку в отчетах, то я это делаю именно средствами 1С. Ну, и именно в силу того, что программа зарплаты управления персоналом редакция 3.1 в настоящий момент действительно достойное решение, я думаю, кто работает, вы со мной согласитесь, не без каких-то нюансов, но это характерно для любого программного обеспечения. И, извиняюсь, программисты тоже люди, они тоже имеют право на ошибку. Но именно у программы зарплаты управления персоналом есть очень характерная особенность. Типовые отчеты, они, как правило, не устраивают никого. Вот, собственно, мы как раз на вот таком небольшом курсе по отчетам в программе, он однодневный, как правило, то есть 8 академических часов, мы изучаем, что же мы можем сделать сами без программистов. Ну, и, собственно, действительно, чем больше мы с вами знаем и умеем делать в программе, тем дороже мы стоим с точки зрения поиска вакансий. Вот, и, опять же, это будет плюс в нашу с вами копилку. То есть мы на этом курсе используем простые расширенные настройки отчетов. Мы, в частности, создаем свои варианты отчета на основе типовых. Мы к типовым отчетам добавляем какие-то итоговые таблицы, диаграммы. Извините, ради бога, мне это ничего страшного, это просто, да, не в то горло попало. Ну, и, собственно говоря, что касается вот нашей с вами работы, и один из приемов, который мы рассматриваем на занятии, и который я сейчас буду вам показывать на мастер-классе. Вот, возвращаясь к моему примеру, то, что я вам сказала, что многие, действительно, многие из наших с вами коллег просто берут, делают отчет, выгружают его в Excel и, в принципе, уже начинают использовать именно опции «Стандартный функционал Excel». Ну, у 1С есть практически все те же самые возможности, и вот в Excel есть функция условного форматирования, то есть когда содержимое ячейки удовлетворяет определенному условию, то, соответственно, в Excel эта ячейка данная, точнее, в ячейке, будут выделяться цветом. Есть вот такая вот функция. Кто-то ей пользуется, кто-то нет, но такая же возможность есть и в Excel. Начну я показывать с достаточно банальной вещей, но эта вещь практическая, в общем-то. Помните, когда в прошлом году у нас с вами началась самоизоляция, в частности, требовалось еще предоставлять в мэрию сведения о сотрудниках, которые старше 65, кто у нас находится на удаленке, то есть нас требовали, чтобы потом там не менее 40% находилось на удаленке. Ну и возникла необходимость действительно быстро создать подборочку по сотрудникам, которые старше 65. Ну, собственно, я вот и хочу показать, как я это делала. Вот мне показалось на тот момент, этот вариант показался самым комфортным, тем более, что этим отчетом пользовалась не только я, но и мои коллеги, ну и, в общем-то, как-то результат всех устроил. Ну, в первую очередь, видите, я создала на базе отчеты личные данные сотрудники отдельный такой свой упрощенный вариантиц, назвала его возраст, возраст. И у меня здесь, как видите, в личных данных выведен возраст для того, чтобы я могла проверить, создала я правильное условное оформление или нет. Ну, вот в учебной базе, на которой я вам сейчас буду показывать, здесь, видите, люди как-то помоложе, поэтому цель моя такая. Мне нужно, чтобы программа выделила все, кто старше 40 лет. Соответственно, мои действия, я должна открыть через кнопку «Еще прочее» команду «Изменить вариант отчет». «Еще прочее» – «Изменить вариант отчет». Это как раз окно, которое позволяет максимально использовать возможности настройки отчетов. Здесь можно делать практически все, что угодно, если у нас с вами есть права доступа. И, соответственно, здесь как раз у нас с вами есть условное оформление. Ну, вот в верхней панели, где у нас отражается структура отчетности, закладка «Условное оформление» имеет весьма характерный значочек. Видите, такой листочек с кисточкой, табличка с кисточкой точнее. Обратите внимание, что, в общем-то, многие элементы структуры отчета, они могут иметь условное оформление. И в любом случае, когда вы пользуетесь отчетами в 1С, есть элементы условного оформления, которые заданы разработчикам, и вполне вероятно, что вы о них даже не подозревали, если сюда не заглядывали. Вот меня достаточно часто спрашивают, почему многие спрашивают, а как задать ширину столбца? А вот, смотрите, вот размер шрифта, это задано заранее на фирме 1С, то есть это сделал разработчик. Для отчета вот они, видите, указаны. «Минимальная ширина, максимальная ширина для полей отчета», как видите, да, вот оно, это все оно. Но я возвращаюсь к своей постановке вопроса. Мне нужно, чтобы у меня в отчете выделялись все, кто старше 40. Причем, конечно же, мне-то хочется как, чтобы я это оформление сдала, естественно, я его сохраню, и в следующий раз, каждый раз при формировании отчета я уже буду видеть реальные данные на дату. Для этого, повторяю, вот я открыла окно изменения варианта отчета, то есть это еще разочек озвучил, это у нас с вами еще прочее, изменить вариант отчета. Мне надо задать условное оформление. То есть я нажимаю кнопку «Добавить» на закладочке «Условное оформление». Ну, собственно, само оформление, которое я могу применять, посмотрите, здесь очень большое количество возможностей. То есть я могу задать какой-то цвет фона в ячейке. Принцип повторяю. Вот условие выполняется, цвет фона будет определенный. Я могу задать цвет текста, если надо, применить к диаграмме, видите, для диаграммы цвет могу. Могу поменять размер шрифта, ориентацию текста. То есть, как видите, возможностей, предусмотренных разработчикам, достаточно большое количество. Даже картинку какую-то могу подтянуть. Ну, в здравом уме и в твердой памяти я этого, конечно, в живой базе никогда делать не буду. Но просто действительно хотелось бы подчеркнуть, что возможности у программы в этом плане достаточно серьезные и ничуть не хуже, чем у того же Excel. Ну, например, вот цвет текста. Ну, пускай мне программа, все, кто старше 40, выделят красным цветом. Здесь тоже, опять же, цветовая гамма, как видите, достаточно разнообразная. Ну, красный хорошо в глаза бросается, поэтому я возьму именно его. То есть, пока первый мой шаг, я в открывшемся окне указала, какой мне нужен цвет текста. То бишь, цвет шрифта. Но если я на этом остановлюсь, коллеги, я буду прям показывать пошагово, потому что мне бы хотелось, если вы попробуете это применять на работе, чтобы вы понимали, что происходит, если вдруг вы сделаете что-то не так. Вот если я на этом остановлюсь, сейчас, секундочку, и переформирую отчет. Вот он, мой результат. Почему? Потому что я как бы поторопелась. Вот реально, я поторопелась, видите, до чего я добилась. У меня просто весь отчет стал красного цвета. Ну, вообще, я думаю, это такое безобразие вообще никому не нужно. Вообще никому не нужно. И так вообще каждый сможет. Если вдруг вы поторопитесь, вы как раз и можете увидеть картину примерно такого рода. Здесь никакого криминала нет. То есть вы просто опять открываете окно изменения варианта отчета. И вот она, моя строка. Видите, ее надо открыть и доработать. Мне достаточно указать, какой цвет текста. Вы же видите, программа у меня поняла буквально. Мне надо указать условие. То есть я отправляюсь на закладочку условие. На закладочку условие. У меня условие какое? Возраст более 40 лет. Возраст. Где я буду выбирать условие? На одноименной закладке левая панель называется доступные поля. Здесь условия сгруппированы. Вот, смотрите, личные данные. Я строю же на базе отчета личные данные сотрудников. И вот он, кстати, возраст. Но здесь же я могу взять данные по работе сотрудника. Может, мне нужно быстренько выяснить сведения о тех, кто у меня пришел после 27 марта 2018 года. Ведь все бывает. И я могу тогда и подать, и приемы условия задать. То есть здесь уже многое будет зависеть от того, что я хочу быстро выделить в отчете. Но в моем примере это личные данные, это возраст. По умолчанию программа показывает, что я сейчас задала отбор по возрасту. И вид сравнения стоит равно. То есть здесь нужно точное значение. Ниже нужно тех, кто старше 40. Соответственно, вид сравнения можно двойным щелчком выбирать любой требуемый вариант из списка. Видите, равно, не равно. Обратите внимание, очень хороший вариант, который любят обычно для сверки, для проверки, все ли данные введены в карточке сотрудника, заполнены, не заполнены. Ну, а у меня получается больше, больше, да, старше 40 возьмем. Значение 40. Опять же, если я сейчас якобы потороплюсь. Вот здесь, кстати, получается иногда достаточно любопытно. Смотрите, я пока в программе объяснила, что мне надо будет выделить содержимое красным цветом, да, цвет текста красный, если возраст сотрудника больше 40 лет. Если я на этом остановлюсь, вот уже будет достаточно терпимый такой вариант. Вот смотрите-ка, что получается. Вот видите, программа мне выделяет строки целиком по тем сотрудникам, у кого возраст более 40 лет. У меня, кстати, тут, видите, в учебной базе есть двое бессмертных. Вот. Некто из Кокуна, некто из Степанов. Ну, сейчас с ними тоже разберемся. Вот таким образом выделять можно. Это иногда бывает востребовано. Ну, в моем конкретном случае, ну, согласитесь, как-то вся таблица красная тоже не есть хорошо. И глаза будут уставать. То есть, в общем, как-то это не очень удачный вариант. Но в некоторых случаях я действительно оставляю вот такой вариант, то есть, но не с возрастом, кстати. Чтобы можно было комфортнее просматривать, комфортнее просматривать отчет. Ну, возвращаемся к нашему разговору. То есть, если вдруг, опять же, поторопилась, не проблема, и еще прочее, изменить вариант отчета. Опять же, отправились в условное оформление и все-таки довели до ума. До ума в каком плане? Надо в обязательном порядке заполнить все основные закладки. Их всего три. Оформление, условия и оформляемые поля. Ну, последняя закладка дополнительная. Здесь, по сути, мы видим, программа будет применять наши условия в группировках, то есть, в общих итогах. Будет искать, условно говоря, везде. Поэтому закладка дополнительная, она заполнена по умолчанию. И, как правило, туда редко приходится заглядывать. А вот закладка «Оформляемые поля». Вот сейчас, пока программа поняла, что мне надо выделить красным все сведения по сотрудникам, которые старше 40-ка. А мне-то нужно только возраст, только возраст. А значит, значит, мне надо, опять же, это 1С объяснить. Каким образом? На закладке «Оформляемые поля» я как раз могу сказать, что все заданное ранее, вот, оформление, условия, должно быть применено только к полю. Напоминаю, что в отчетах 1С колоночкой так и называется поле, да, вот терминология наша с вами, что это должно быть применимо только к полю «Возраст». Ну и давайте посмотрим на результат. Вот я вижу, что цвет текста, но если возраст больше 40 и оформляемое поле «Возраст». Если я сейчас завершу редактирование, то я уже получу вполне приемлемый для работы вариант. То есть, в частности, в частности, что у меня получается, что она мне выделила красным только то, что я ее просила. И вот, я говорю, полная аналогия с Excel, согласитесь, вот оно, условие. Далее я просто этот отчет великолепным образом сохраняю и в дальнейшем, по мере, там, что у нас люди имеют обыкновение расти, становиться старше, в любой момент я, когда открою отчет, упс, простите, промокнулась, я, когда открою отчет, то я увижу всех, кто старше 40 именно на определенную дату. Ну, вот если я интересу ради, давайте сделаем так, я сейчас формирую отчет на 2021, на 2041 год, то есть, типа, 20 лет тому, вперед, что называется. Вот, видите, у меня уже все старше 40. Очень удобная вещь. Забивает сведения в карточке, а у меня, видите, есть два бессмертных товарища. Ну, вот есть они. Ну, в данном конкретном случае, конечно, 15 человек. Увидеть, по кому не хватает каких сведений, я думаю, вы со мной согласитесь, но никаких проблем не составляет. Но если у нас таблица большая, большая, как сделать, чтобы бросалось в глаза отсутствие каких-то данных? Да, точно так же, точно так же использовать, использовать условное оформление. То есть, в данном конкретном случае, я, например, если я злобный, совершенно злобный руководитель, и мне хотелось бы, чтобы сотрудники как-то быстрее исправляли свои недочеты, то мои действия могут выглядеть следующим образом. Я точно так же отправляюсь на закладку условное оформление и добавляю новую позицию. Кстати, коллеги, пожалуйста, если будете пробовать, старайтесь все-таки возможность цвета фона не трогать. А то, знаю, многие, знаете, что делают, еще какой-нибудь такой поедренний, а потом на нем и шрифта особо не видно. Оптимальный вариант все-таки оперировать именно цветом текста, размером шрифта. То бишь, например, я возьму, ну, чтобы отличался, скажем, какой-нибудь зелененький, да еще я хочу, чтобы у меня был определенный размер шрифта, я могу задать размер шрифта, я могу сказать, что мне нужен полужирный, наклонный, то есть это мое личное дело. И я еще хочу, я еще хочу, чтобы сотрудник, который у меня отвечает за ввод данных, да, все-таки себе творчество увидел. Я напишу текст, я хочу, чтобы сказать, чтобы мне срочно сделали. Вот как-то так, ну, с горкой выскользательных знаков. Можно еще, знаете, если хотите, от души, то с капсом, тогда совсем хорошо. Ну и далее, то есть вот, видите, я уже несколько параметров использовала. Далее все то же самое. То есть мне же нужно, чтобы вот эти параметры, они применялись только в каком случае? Если возраст, возраст, да, но только что, если возраст не заполнен, не заполнен, не заполнен. И мне нужно, чтобы программа это применила не ко всем полям, а она мне это должна применить, например, к полю возраст. Вот давайте посмотрим, чем закончится вот это мое высокохудожественное старание. То есть если я переформирую отчет уже с новыми дополнительными условиями, ну вот сотрудник, который сделает отчет, согласитесь, пройти мимо такого творчества уже нельзя. Уже нельзя. Соответственно, что важно, как только сотрудник, да, вот введет дату рождения, ну, к примеру, не знаю, там 10, 10, 10. Нам сейчас не принципиально. Можно это сделать прямо из-за отчета. Переформирует отчет. Переформирует отчет. Видите, о, Степанов какой-то у меня очень маленький получился. Но суть от этого не меняется. То есть, как видите, вот эта вот злобная надпись ушла. Я вот к чему. Мы же можем в отчетах сведения проверять и исправлять. Но вот эта опция условного форматирования, условного оформления, если мы используем с вами терминологию 1С, она применима абсолютно к любому виду отчетов. Это могут быть отчеты кадровые, это могут быть отчеты зарплатные, это могут быть отчеты налоговые. Вот я еще хотела показать как раз пример. Здесь у меня, ну, чтобы можно было обсудить, есть заготовочка, видите, такой рояль в кустах. Но только в жизни у нас с вами этот отчет, конечно, выглядит более громоздким, если у нас не 15 человек. И мне, ну, вот, чтобы удобнее было как раз вот показать. Смотрите, в январе, в январе у господина Грязнова, у господина Грязнова НДФЛ был исчислен, удержан, но не был перечислен. Видите? Вот он. Только я сделала маленькую табличку, чтобы мне было удобнее показывать. А в жизни, когда у нас с вами какие-то разночтения возникают между исчисленным и удержанным налогом, даже если у нас сотрудников... Ну, я бы сказала... Так, коллеги, у всех пропал звук? Будьте добры, напишите мне, как со звуком. Нормально? Надежда? Ага, спасибо. Извините, пожалуйста, тогда сейчас... Коллеги, если... Я извиняюсь, что, да, вот так пришлось минутку отвечать, но мне же тоже хотелось, чтобы меня все слышали. Но если вы меня не слышите, то не слушайте все. Ага, спасибо огромное. Спасибо огромнейшее. Ну, давайте-ка. Вот если у нас даже где-то сотрудников человек 60, я уж не буду говорить, что там 100 и более, что у нас получается? Вот когда мы проверяем с вами НДФЛ, очень хороший отчет, анализ НДФЛ по месяцам, и для нас с вами важно, да, исчислено, удержанно, перечислено. Вот мы с вами заглянули и понимаем, что есть разночтение. Вот в моем случае оно четко присутствует, но я специально делаю маленькую табличку, чтобы было хорошо видно и было можно объяснить постановку вопроса. Но это тестовая база, где людей раз-два и обчелся. И я точно так же могу применить здесь условное оформление. То есть неважно, какой отчет, это еще прочее, изменить вариант отчета. Кстати, на всякий случай, коллеги, можно делать через кнопку настройки только расширенный вид. Здесь точно есть, вот она, закладочка условное оформление. Ну, здесь, честно говоря, дело привычки. То есть вот, можно добавить. Я не очень люблю так работать, поскольку максимально возможности для внесения изменений в отчету представлены именно в окне изменения варианта отчета. Ну, так вот, я же могу тоже здесь что-то применить. Кстати, посмотрите, вот то, что предусмотрено разработчиком, условное оформление, видите, вот я могу тоже вот эти флаги поставить, но вот такой вариант мне не нравится от слова совсем. Она выделяет целиком. Ну, совсем не есть, хорошо. Значит, я тоже могу задать какое-то условное оформление. Вот здесь, кстати, вот они его применили, и, к сожалению, подкорректировать бы хотелось, но как-то вот, видите, не очень красиво все получается. Значит, добавляем новую позицию в условном оформлении. Например, я хочу, чтобы у меня там, где не было перечисления НДФЛ, появилось слово «нет» или там слово «разница» здесь не принципиально. То есть что-то то, что мне будет комфортно, будет бросаться в глаза, будет бросаться в глаза, и чтобы я могла быстро сие увидеть. Конечно, какой-то цвет текста. И еще вы обратили внимание, если используешь размер шрифта увеличенный, ячейка так автоматически подстраивается же под размер, и получается тоже хорошо бросается в глаза. Вот. То есть я вот и цвет текста, и шрифт, и какой-то текст. Я говорю, можно развлекаться здесь вот, когда будете смотреть. В первую очередь, конечно, если эту функцию решите попробовать на практике, обратите внимание, здесь возможностей очень много. Я просто показываю, например, таких самых распространенных. На закладке «Условия» я на сей раз могу сказать, что мне это надо применять к налогу, и здесь вот, смотрите, и сколько исчислено всего, видите, соответственно, сколько осталось перечислено. А мне хочется, например, вот перечислено всего, да? Перечислено всего. Перечислено всего. Не заполнено. Не заполнено. И опять же, опять же, программа должна мне... Это мое творчество. Я сказала, что мне нужно видеть слово «разница». Она мне должна же показать не во всем, не во всей таблице. Вот, кстати, вот сейчас минутку, коллеги на хулигане, но тоже хочу, чтобы вы увидели. Смотрите, я не доделала. Очень важно заполнять все закладки. Результат – это шок-контент просто обычно. Видите, что я сейчас натворила своей торопливостью. То есть вообще тихое безумие. Да. То есть если мы применяем с вами условное оформление, возьмите для себя за правило. Вот когда вы создаете первые три закладки в обязательном порядке. Закладка дополнительная, там все флаги стоят. То есть она то, что мы задали, будет применять и к группировкам, и к заголовкам. Ради бога, пускай. Значит, а мне надо доделать вот это вот условие, что не заполнено. Мне же тоже надо применять не ко всей табличке, не ко всем полям. А я хочу, чтобы она мне перечислена всего. Перечислена всего. И окей. Вот теперь я завершаю редактирование, формирую отчет. И вот оно, пожалуйста. То есть смотрите, так тоже в глаза бросается очень хорошо. То есть условное оформление. Это прекраснейшая возможность, прекрасная возможность. Я думаю и надеюсь, что вы со мной согласитесь. Которая дает нам 1С. Если нам требуется выделить в таблице какие-либо условия, точнее данные, подходящие под любые условия. И потом мне этого никто не мешает в дальнейшем применять. То есть мы задаем, вот у меня, видите, опять же, вот разница. Но здесь просто у Грязнова был применен вычет имущественный. Поэтому, да, никаких перечислениях налога нет. Но хорошо, я вот это знаю. На живой базе точно так же, вот смотрите, ведь условное оформление, может быть, подчеркиваю, что важно, применено в практически любом отчете. Здесь непринципиально. Это отчет то ли кадровый, то ли зарплатный, то ли отчет налоговый. То ли отчет налоговый. Если нам надо быстро найти какую-то цифру, та же самая ситуация, если мы с вами начинаем проверять и понимаем, что у нас МДФЛ не бьется там, ну, грубо говоря, на 18 рублей. Мало ли, вдруг на мое счастье это кому-то одному, да? Я не беру часть трагическую, когда эти 18 рублей там не доплатили, сам не доплатили. А бывает, когда действительно вот описались или, ну, все живые люди. Соответственно, я могу поискать по какой-то сумме. В тех же зарплатных отчетах та же самая логика, вот, например, анализ зарплаты по сотрудникам. Мне же точно так же никто не мешает использовать условное форматирование. Ну, может, я хочу, чтобы мне программа выделила, например, определенные суммы тоже. Ну, давайте я вот в стадии запугивания там какой-нибудь возьму жуткий фон и покажу это вот из серии. Сделали и точно больше так никогда не делаем, да? Вот сумма, чтобы она мне выделила сейчас больше 20 тысяч. Вот смотрите, вот что непродуманная и недоделанная функция будет нам показывать. Ну, согласитесь, здесь уже как-то сориентироваться будет сложновастенько. То есть я опять якобы поторопилась и не задала сведения на последней закладочке. Я имею в виду, я не заполняла закладку оформляемой поля. А мне же тоже надо сказать, чтобы она мне выделяла суммы. Но главное здесь то, что я вот уже упомянула. Пожалуйста, поаккуратнее с цветом фона. Почему-то вот есть тенденция. Я не знаю, я слушаю по многим коллегам просто, когда берут, выделяют вот таким полубезумным образом. Вроде бы цвет-то красивый, но это не читабельно, не кликабельно. В общем, получается какой-то оксюморон, прям вот ей-богу, иначе не назовешь. Но применяется вот эта вот опция для любых отчетов, абсолютно любых. Никаких исключений здесь в принципе нет как класс. И никто нам с вами это на практике применять не мешает. И вариантов условного оформления для одного и того же отчета мы можем с вами задать неограниченное количество. И вот еще один момент, если кто в кадрах работает, наверняка, например, обращали внимание на то, что в отчете штатные сотрудники. Тут же есть тоже условное оформление, причем оно задано для поля дней до дня рождения. Вот если я сейчас немножечко сдвину дату, давайте я скажу, что мне нужен, допустим, 1 июля. И переформируя отчет. Сейчас. Вот, видите, она выделила красным. В отчете штатные сотрудники, кто с кадрами работает, наверняка обращали внимание. В этом отчете у нас с вами, у нас с вами красным выделяется, если до дня рождения остается меньше 45 дней. Все обычно мучаются с вопросом, почему 45, вот, коллеги, честно, почему 45, не знаю, но я так предполагаю, чтобы можно было заранее продумать подарок, его купить там и так далее. Ну, а фактически, вот посмотрите, если мы откроем окно изменения варианта отчета, то вот это условное оформление, которое задано заранее разработчикам. И, соответственно, если оно нам с вами не нужно, мы его можем удалить или через правую клавишу, или делитом, или делитом. Вот, а если, подчеркиваю, если хотим, мы можем подкорректировать. Я хочу, чтобы она мне красным выделяла за неделю. Да, ради бога, это мое личное решение. Да, и давайте-ка проверим, то есть, если я поставлю, например, какой-нибудь 29 июня, как поведет себя программа. Вот, видите, никак, потому что 8 дней. Так, проверяем, ставим 30. Никак, потому что 7, а там же меньше, помните? То есть, скрестили пальцы, поставили 1 июля, ну и, в общем-то, уже увидели результат. Вот оно, видите? Самое важное, если мы применяем условное оформление. Нас с вами, подчеркиваю, ну, не ограничивает никто от слова совсем. Мы можем добавлять свои варианты, можем редактировать то, что было введено разработчикам. Я вам показала вот на анализе МДФЛ по месяцам, что, к сожалению, не всегда доступно редактирование. И самое важное, все-таки, чтобы не получить либо всю таблицу какого-нибудь цвета безумного вместо отдельных ячеек, вот, чтобы нам с вами не получить всю таблицу вместо данных, забитую каким-то непонятным текстом. Мы что делаем в этой жизни? Мы с вами при задании условного оформления в обязательном порядке заполняем все закладки. То есть, указали, хотим цвет, хотим шрифт, хотим текст. Здесь не принципиально. Тут, вы смотрите, тут действительно здорово продумано, то ли расположить как-то поля в ячейке. Что хотите, высоту можно задавать, там, все, что хотите. Но обязательно задать вот оформление к какому условию, к какому условию. Мы условия выбираем из доступных полей. Ну, скачивая, чтобы она мне, например, выделила всех, у кого полмужской, да, и, допустим, ну, я, там, весна же, помните? А вот так. Ну, призыв никто не отменял. Вот, к примеру, вот я решила быстренько посмотреть, кто у меня там. Ну, как всегда, люблю я красным. Вот, главное, мне недостаточно, недостаточно заполнить условия. Мне надо сказать, к какому полю, то есть, к какой ячейке программа должна применить это условие. Это немаловажно, это немаловажно. То есть, я указываю, к какому полю, к какой ячейке в обязательном порядке. Ну, у меня здесь, по-моему, таких нет, честно говоря. Да, нету, видите. Ну, да, у меня там все постарше в учебной базе, но не забываем. И тогда это все работает великолепнейшим образом, сказочно совершенно, и применяем мы это с вами без каких-либо проблем. Так что, вот есть у нас такой, как видите, небольшой и очень любопытный курс. Очень любопытный курс. Мы там рассматриваем, вот он всего восьмичасовой. Это может быть формат либо в течение одного рабочего дня, или, соответственно, это будет формат два дня по четыре академических часа. Вот, и учимся мы там не только задавать условное оформление, но, кстати, эта тема у нас тоже есть, но немножечко схожих на других просто примерах. И вот ближайшая группа, она, собственно, начинается 28 апреля. Ну, у нас курсы, в том числе и тот, о котором я говорю, может проходить в разных форматах. Вот варианты форматов у вас перед глазами. Это уже отдается на выбор слушателю. Каждый формат имеет свои плюсы и минусы. Ну, вот как-то так. Пожалуй, на этом я прекращаю дозволенные речи.